МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 дней в студии Лешат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала Новый Век. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалистов очень мало на самом деле, поэтому таких специалистов хороших. Перспективы в маленьких городах, они порой даже выше. Люди, которые приходят из центра занятости, они не мотивированы на получение работы, они замотивированы на получение отказа. Слабый бизнес-оптимизм, что тормозит деловую активность в Татарстане. Позволяют автоматически находить разные дефекты и прогнозировать их развитие в дальнейшем. Сегодня данный старт, на самом деле, к созданию первого отечественного судна, которое будет работать на СПГ. Большую мощность в 4 раза. Стоимость существенно ниже в 2 раза. Наш ответ австрийцам. Какие мечты «Газпрома» сбудутся в Казани? У меня больше до миллионов здесь деньги. Процентами заманилась. Привлекать средства граждан могут только банки. Триумфа не будет, чем завершится скандал вокруг жилищного кооператива. Тема предпринимательства для нашей программы всегда была приоритетной. Мы поднимали разные проблемы малого бизнеса. Часто по делу, я считаю, критиковали местные власти за недостаточное внимание к этим смелым и энергичным людям. И сейчас я скажу, как может показаться, парадоксальную вещь. Предпосылок к тому, что в ближайшие год-два нас ожидает мощный прорыв в этом направлении, нет никаких. Но все совсем не так плохо. Более того, есть поводы для сдержанного, еще очень слабого, и все-таки оптимизма. Да, именно такой вывод я делаю, более внимательно изучив представленный на последнем заседании Совета по предпринимательству при президенте Татарстана рейтинг деловой активности районов республики. Ведь согласно материалам исследования, в котором приняли участие около 16 тысяч предпринимателей, деловой климат в районах и городах Татарстана скорее стабильно негативный. На вопрос, как вы считаете, за последние 6 месяцев условия ведения вашего бизнеса улучшились или ухудшились, 44% респондентов ответили, да, условия ухудшились. Причем в Казани и набережных Челнах таких пессимистов больше всего. 60%. Почти столько же в Ознакаевском и Ютазинском районах. Однако всегда важно видеть ситуацию в динамике. И тогда мы видим тенденцию. В целом по республике количество негативно настроенных предпринимателей по сравнению с прошлым годом уменьшилось и достаточно ощутимо. Судите сами, тогда их было 52%, сейчас 44%. Если провести разбивку по районам среди лидеров по деловой активности Сармановский, Балтасинский, Тюличинский, Лаишевский и Сабинский районы. Среди условно отстающих Отня, Казань, Кайбицы, набережные Челны, Нижнекамск. Обращает на себя внимание наличие крупных городов в списке районов, где идет спад деловой активности. Увы, это объективная реальность. Федеральный тренд пока не дает оснований для оптимизма. А крупные города ему подвержены в большей степени, чем небольшие территории. А теперь, что касается позитивных тенденций. Они особенно заметны, если мы сопоставим список основных проблем бизнеса в Татарстане в динамике, сравнив 2017 и 2019 годы. Мы четко видим, что проблемы со сбытом продукции, получением финансирования для малого бизнеса пошли на спад. Однако, есть вопросы, которые, увы, остаются для предпринимателей актуальными. Это проблемы с административными барьерами и проблема кадров. Тимур Бекмурзин погрузился в эту тему. Так мы маркируем их. Сырочки, которые подписаны именно в время их приготовления. Малый бизнес, он немножко более семейный, что ли. Он более такой аккуратный. С этим и спорить не будешь, глядя на то, как уютно действительно по-семейному организовали свое дело Алена и Екатерина. За основу девушки взяли европейский опыт, лучшее импортное оборудование и местное сырье. С одной оговоркой. Молоко не просто фермерское, а специально подготовленное от специальных коров. Здесь у нас приход молочка и так далее. И вот самые наши сыроварни, которые рабочие. Это наши красавицы побольше, это красавицы поменьше. В остальном все просто. Итальянские, а вернее даже мировые рецепты приготовления сыров, помноженные на мастерство сыроваров, плюс качественное сырье, минус лень, вот вам и классическая формула успеха для малого бизнеса. Просто, действительно, слишком быстро, там порвется. Чуть больше, чем за год, рост колоссальный, причем без каких-либо рекламных компаний. Девушки говорят, может быть, поймали волну удачи. Молодые сыры сейчас действительно в тренде. А может быть, сработало то самое сарафанное радио. Но факт остается фактом. Больше шести десятков известных в городе ресторанов закупает сыры именно здесь. Значит, нужно расширять дело, раз есть спрос. И тут возникает вопрос, как выясняется, ключевой для малого бизнеса. Вроде как модная тема. Но специалистов очень мало, на самом деле. Поэтому таких специалистов хороших. Если бы это было на программе все-таки городской, региональной и так далее, это было бы очень отлично. Если бы была бы возможность так делиться опытом. Обучать каких-то ребят, может быть, с основой знаний, а может быть и нет. Как говорили сами предприниматели, на заседании Совета в Казани проблема кадров для малого бизнеса – это не только и даже не столько вопрос зарплат. Хозяйка развлекательного центра в Альметьевске Ульяна Мухаммадеева рассказала, например, что персонал набирала в том числе из Казани. Как раз-таки по части оплаты труда взаимопонимание нашла сразу. Другое дело – потребности. Растут, бизнес набирает обороты, а рынок труда, особенно в малых городах, можно сказать, сужается. И очень сложно сейчас объяснить, что перспективы в маленьких городах, они порой даже выше на самом деле. Потому что конкурентная среда ниже. То есть даже рабочих мест порой больше. То есть, возможно, просто на каком-то этапе мы не встречаемся с нашими потенциальными работниками. Тот самый классический случай, когда есть все элементы системы, нуждающиеся в кадрах предпринимателей, центры занятости, ресурсные центры, техникумы и колледжи, а не работает. В том смысле, что система в целом не работает на общий результат. Из тех предложений, что на поверхности – создать единую базу потребностей в кадрах для малого бизнеса. Президент Рустам Мениханов, впрочем, призвал участников заседания двигаться сразу по нескольким направлениям. Нам надо сделать центры, где быстро можно получить те или иные специальности. То есть вот эти курсы, которые дают научиться что-то делать. У нас есть на уровне постановления правительства республики Татарстан порядок сбора потребностей от малого и среднего бизнеса на кадры. Для того, чтобы дальше формировать государственный заказ в вузах, сузах и обучать этих специалистов. Но этот заказ формируется на 5-7 лет. Малый и средний бизнес сегодня дает потребность и ожидает, что он ее получит. Ответ на эту потребность достаточно быстро. Мы же о микробизнесе говорим. Отдельная тема – взаимодействие бизнеса с центрами занятости. Этот острый, как выяснилось, вопрос поднял на совете владелец сети столовых Равиль Сабиров. Люди, которые приходят из центра занятости, они не мотивированы на получение работы, они замотивированы на получение отказа, чтобы продолжать получать пособие. Вот, 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 правильно сказали. Когда возникает вопрос расширения бизнеса, выхода на новые рынки, проблема поиска кадров в любом случае возникает. Каждый работодатель, естественно, решает ее самостоятельно. Равиль же на совете поднял вопрос, что центры занятости работают скорее в формальном автономном режиме, без обратной связи с реальным малым бизнесом. Взаимодействие с ними для предпринимателя обычно начинается со сложных бюрократических процедур. Надо скачать анкету вот такую, вот, ее заполнить, там, куча колонок, куча граф, ее отправить. Предварительно надо, там, по пяти телефонам разным позвонить. Людям нужна отказа, и даже если ты не хочешь им его давать, ты говоришь, ну, мне нужен работник. Ну, люди... Настаивают. Да, самый запоминающий случай у нас был, когда пришла женщина, сказала, я только что освободился, у меня гепатит С, поэтому давайте по-быстрому оставьте мне печать, и я уйду. Люди, которые приходят в центры занятости, я говорю, вы мне подходите, давайте пообщаемся, потому что у меня, например, на предприятии 8 человек пенсионного возраста. И здорово, ну, они работают, меня все устраивает. Я говорю, давайте мы с вами поговорим. Они говорят, мне нужна печать, и мы пошли. Тенденции, которые есть в последнее время, это смена рынка работодателя, да, когда стоят в очередь на работу, на рынок персонала, когда, наоборот, персонал стоит в очереди работодателя, классный персонал, кто хотел бы получить их к себе на работу. Эту тенденцию сегодня особенно остро ощущает на себе сфера услуг. Если, например, в ресторане должно работать 5 человек, то сегодня мы рады, если у нас 3 в смене есть, да. Большие надежды у тех же рестораторов были связаны с прошедшим в Казани мировым чемпионатом WorldSkills. Форум действительно повысил интерес молодежи к таким профессиям, как кулинар, повар. Однако возникает другая проблема, о которой тоже говорили на совете. Заведения сами перекупают друг у друга лучших специалистов. Казань в этом плане пожирает малые города, Москва, в свою очередь, переманивает работников из столицы Татарстана. С официантами еще сложнее. Как признаются сами рестораторы, эта профессия в той же Казани для молодых людей, как правило, временное пристанище. Мы в Москве и в Питере уже видим взрослых людей, которые работают официантами. Они идеально знают психотипы гостей своих, они идеально обслуживают. Они могут предложить как раз качественный сервис. Но пока мы к этому шли и думали, как сделать ее профессией, мы увидели, что она даже уже среди молодежи перестает быть профессией. И вот эта сегодня дилемма, что сделать для того, чтобы их заинтересовать, чтобы они захотели работать, это наша сегодняшняя проблема, над которой мы все думаем. Что делать? Начинать уже что-то делать. Что касается самого бизнеса, нужно повышать привлекательность рабочих мест. Говорит владелец сети Пикарин Тагир Ахмеров. Зарплата важный фактор, но не единственный. Мы, например, организовываем праздники, мы там конкурсы устраиваем, мы ездим на корпоративные мероприятия. Это все работает? Именно это и работает. Вот именно это и работает. Деньги, конечно же, важны. Но тогда, когда человек удовлетворяет свои какие-то уже первичные запросы, то ему становится важна уже следующая потребность. Чтобы его уважали, слушали, чтобы он был полезен обществу. Тимур Бекморзин, Андрей Мохов, Роман Безменов и Андрей Ключников. Семь дней. Одной из ключевых тем Совета по предпринимательству стала проблема бесхозных земель. Фактически сельский бизнес готов их осваивать, расширяя сферы деятельности. Но непростые процедуры в оформлении и получении земель тормозят все бизнес-процессы. Президент Рустам Мениханов призвал найти универсальные решения. Например, передать инвесторам бесхозные татарстанские земли через лизинговую компанию. Об этом мы сегодня и хотим поговорить. Но для начала напомню, что с этого года в России стартовали новые программы поддержки фермерских хозяйств в рамках национального проекта. Многие предприниматели могут получить грант до 4 миллионов рублей на развитие своего дела. По сути, нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства нацелен на то, чтобы увеличить объемы производства и создать новые рабочие места в сельской местности. В том числе, на реализацию проекта из российского бюджета выделено почти 500 миллиардов рублей. Сегодня, объективно, все фермеры могут рассчитывать на поддержку государства. Но с одной оговоркой. Для этого нужны свободные капиталы, которых у большинства фермеров нет, или свои земельные наделы и арендованные площади. Очевиден и тот факт, что реализация государственной поддержки сельского хозяйства в значительной мере зависит от администрации районов и местных властей. Некоторые районы всячески помогают фермерам, некоторые просто бездействуют, а то и мешают. В чем заключается парадокс ведения бизнеса на селе? Узнавала Эльзира Юзаева. В тесноте, да не в обиде, в этом небольшом сарае теснится все хозяйство Рашида Хаирова. Шесть коров, три телки, два быка. Фермер признается, что условия содержания его скота не соответствуют современным стандартам, когда у каждой буренки должны быть свои законные квадратные метры. Чтобы нормально там корова себя чувствовала, надо минимально метр двадцать места для нее. Ну, желательно полтора метра. У нас, из-за того, что, короче, у нас площадь не позволяет, мы, короче, метр сократили. Вот они через каждый метр стоят у коровы. Конечно, естественно, не хватает места отдохнуть, не полежать, а за место мало. Вот для этого надо ферму построить. В сентябре этого года Рашид Хаиров выиграл грант от государства на постройку большого загона для скота. Согласно программе «Агростартап», фермеру выделят три миллиона рублей, которые должны быть потрачены на строительство нового здания, закупку оборудования и увеличение поголовья скота. Грант-обладатель, в свою очередь, обязуется завершить все работы в течение 18 месяцев. Время неумолимо бежит, а на потенциальной строительной площадке еще и конь не валялся. Она лежит, вот земля, пожалуйста. Там вот, вот на дороге посмотрите, там были раньше поля были, когда колхоз был. Там сейчас заросло, сосной заросло все. А что? А человеку, который готов работать на этой земле? Нету возможности. По словам фермера, еще в марте этого года было проведено межевание земли. Бесхозный участок, который числится в муниципальной собственности, власти Воскогорского района пообещали передать в долгосрочную аренду. Однако на сегодняшний день от районной администрации фермер не получил никакого ответа. Нам также не удалось встретиться, пообщаться с главой исполкома Воскогорского района, который через своего секретаря сослался на большую занятость. Рашид Хаиров признается, что в неформальной беседе председатель районной палаты земельных и имущественных отношений предложил фермеру эти некогда бесхозные, но тем не менее муниципальные земли взять в аренду, но только через торги. Нам предлагают, короче, мол, аукцион. Я понимаю, аукцион, это я понимаю, что когда покупает человек землю, но не в аренду берет. Я арендую землю государству на определенный срок времени, я же за это налоги буду платить. Аукцион является не всегда порядочным методом передачи земли в собственность. Опасения сельских жителей весьма обоснованы. По их словам, на земельные торги зачастую заявляются люди, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству. Для них аукцион, это возможность наживы и порой способ нечестного заработка. Мошенническая схема абсолютно проста. Вот, к примеру, участок земли. Его хотят приобрести или взять в аренду сразу несколько человек. Тому, кому этот участок действительно нужен, остальные участники торгов предлагают сделку. Конкуренты готовы снять свою кандидатуру за определенную сумму, которая по нашим источникам составляет сотни тысяч рублей. Ситуация очень абсурдная. Она даже в моей голове не укладывается. Дело в том, что виновником на сегодняшний день оказался я. Глава Аладского сельского поселения сегодня корит себя только в одном. Ведь именно он сподвиг местных жителей на эту авантюру. В его поселении сегодня работают три фермера, в том числе и Рашид Хаиров. Каждый из них по его наставлению взял кредиты, стал увеличивать поголовье. Развитие фермерских хозяйств единственный реальный способ для развития сел и деревень. Новая ферма могла бы стать источником для пополнения местного бюджета, для создания новых рабочих мест, для развития сельской кооперации в конце-то концов. На территории нового хозяйства его фермеры планировали открыть небольшие цеха по производству сыра, масла, переработке мяса. Планы были грандиозные. Да и люди перестали бы мигрировать в большие города. А занимались бы тем, к чему душа лежит больше всего. В данный момент она пустует, она зарастает бурьяном и уже есть моменты с завозом мусора туда. То есть не санкционирована свалка. Мы сейчас столкнулись с тем, что фермерские хозяйства участвуют в программах. Главы администрации им обещают дать землю. Они проходят. Мы воспринимаем письма глав администрации как обязательство определенное. А когда они защищают бизнес-проект и возвращаются муниципальные районы, и начинаются здесь все возможные припоны для того, чтобы я так считаю, и не только я, припоны начинаются по выделу земли. С одной стороны, районы власти вполне можно понять. Администрация Воскогорского района не может приступить закон, по которому передача муниципальной земли возможна только после проведения аукциона. Но с другой стороны, как считает председатель Ассоциации фермерских хозяйств Камир Байтимиров, таких вот фермеров в районах должны не игнорировать власти, а носить чуть ли не на руках. Ведь каждый из них потенциальный налогоплательщик и работодатель, который гарантирует стабильный доход. К тому же, сегодня необходимо внести, и чем быстрее, тем лучше, определенные коррективы в земельный кодекс и вся надежда на новый состав депутатов Госсовета Татарстана. Мы готовы, как депутатский корпус, выходить на рассмотрение этих вопросов. Президент на каждом на каждом Госсовете всегда говорит смотрите внимательнее, чтобы приняв какой-то закон, не поставив предпринимателей, людей в неправильное положение. Если есть такие уже законы, то нужно вносить изменения и нужно изменять. Вот чем и богата наша страна, так это землей, которая поросла бурьяном. Вот казалось бы, на этой бесхозной заброшенной площади можно было бы поставить небольшую ферму, завести туда скот и начать заниматься натуральным хозяйством. Только вот не каждый фермер готов на такой отчаянный шаг, потому что никто не знает, насколько крепка почва под ногами. Словно собака на сене, по-другому и не скажешь. В России многие годы уже пытаются решить проблемы бесхозных земель. Пока земля зарастает бурьяном, ни у кого не болит голова. Но стоит появиться человеку, который готов на этой земле работать, тут же возникают различные препоны в виде несовершенства законодательства. Вот, к примеру, в Алексеевском районе было выявлено несколько тысяч бесхозных земельных участков из оброшенных строений времен колхозов и совхозов. Местные фермеры готовы развивать свое хозяйство на этих территориях. Участвовать в различных конкурсах, выигрывать гранты, получать субсидии и кредиты. Но на эти бесхозные объекты они не имеют право останавливающих документов на руках. Пока мертвая точка стоит, что мы не можем оформлять их, куда только ни обращались. Если закон не оформляет, завтра придет другой Петров и скажет, давай освободите, на каком основании залезли. Оформление нам нужно. И, конечно, участвовали в разных программах. Земельный вопрос стал почвой для горячей дискуссии на Совете по предпринимательству. Как помочь бизнесу, который готов развиваться на селе? Что делать с бесхозными землями и строениями? В случае, если они будут переданы муниципалитету, то фермеры из Алексеевского района опасаются, что могут столкнуться с той же проблемой, что и их коллеги из Воскогорского района. И получить объекты в аренду или в собственность можно будет только через систему государственных торгов. А это снова замкнутый круг. Если есть люди, которые готовы взять, надо найти законный путь, как это сделать государственным и отдать. Мы же не ставим задачу заработать денег. Мы ставим задачу их узаконить и дать этим людям. Если вот каждый этот участок пойдем межевать и все эти дела, это такие деньги. Огромные. Да. Надо каким-то документом все это оприходовать. Государство приведет в порядок и потом передаст предпринимателям, которые хотят там что-то делать. По словам Рустама Миниханова, нужно найти законный и самое главное безболезненный для самих фермеров путь для решения этой проблемы. Возможно, бесхозные земли и бесхозные строения передать лизинговой компании Татарстана, которая уже сможет направить эти объекты на развитие бизнеса на селе. Пока же в России действительно наблюдается парадокс. У государства есть программа поддержки фермеров, но нет системы для ее реализации. Сельские жители надеются, что земельная реформа в России когда-нибудь дойдет до своего логического конца в пользу тех, кто еще остался работать на земле. Но деньги без земли, они в деревне не работают. А что они будут делать в земле? Это просто закопать. Фантики, фантики просто. У Рашида Хаирова времени на размышления остается меньше года. В противном случае за неосвоение грантовых средств фермер будет привлечен к уголовной ответственности. Ильзира Юзаева, Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов семь дней. Апокалиптическая картина мира, когда нажатием кнопки компьютера можно будет погрузить любую страну в хаос, уже стала реальностью. На этой неделе на совещании в Иннополисе руководители Газпрома озвучили новость, которая многих, в том числе и меня, повергла в шок. Но, по-моему, не все осознали масштабы этого сообщения. Оказывается, еще в 2012 году некая австрийская фирма дистанционно через спутник отключила Газпрому свои мобильные газовые компрессоры. Секунда и высокотехнологичное оборудование, которое используется при ремонте трубопроводов, превратилось в металлолом. Мы, конечно, гордимся своими новыми ракетами, танками, зенитными комплексами, любим брецать оружием и грозить Западу Искандерами. Но на наших электростанциях стоят импортные газотурбинные установки, которые дистанционно управляются производителями из-за рубежа. Мы уже давно летаем на импортных самолетах, ездим на импортных машинах, работаем на импортных умных станках. Разговариваем по сотому телефону, наверное, не зная, что оборудование сотовых компаний на 90% не российского производства. И кто знает, во что может превратиться мой телефон, если там нажмут на кнопку Делет. Взорвется в руках или начнет передавать мои геоданные в качестве потенциальной цели. Представьте себе такую картину. Самолеты перестают летать, машины ездить, телефоны звонить, электростанции работать. Страшная картина. Ведь никто не знает, какой тайный чип спрятан в электронных мозгах этих изделий. Что из этого следует? Технологическое отставание России это сегодня не просто экономическая проблема. Это, если хотите, угроза нашему суверенитету. Сценарий фантастических фильмов про восстание машин уже перестал быть фантастикой. В «Газпроме», впрочем, не стали посыпать голову пеплом, а нашли решение. После случая с отключением со спутника австрийских газовых компрессоров по инициативе «Газпрома» начались разработки аналогичного отечественного оборудования. И сегодня взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции казанского предприятия «Компрессор». «Газпрома» Виталий Маркелов экономические показатели произведенного казанским заводом оборудования даже выше, чем у зарубежных. Подробности в нашем сюжете. Удивить такую компанию, как «Газпром», сложно, но все-таки можно. Татарстан по традиции удивляет и не только качеством разработок их новизной и полезными свойствами, но и общим размахом. На площадке перед университетом Иннополиса вся техника от легковых до сельскохозяйственных машин, мобильные компрессорные установки, все, что либо работает на газе, либо используется для нужд газовиков. А чаще всего и то, и другое. А это турбины, да? В школе университета Рустаму Миниханову и заместителю председателя правления ПАО «Газпром» Виталию Маркелову были представлены различные инновационные разработки. Тут и новые материалы. В рамках внедрения на предприятие ПАО «Газпром» материалов по импортозамещению нашей группы компаний были разработаны пленки опытно-промышленные образцы листового и рулонового формата. И проект интеллектуальной системы, который позволит в автоматическом режиме находить неполадки в газопроводе. Ноу-хау университета Иннополис. Наши алгоритмы на базе машинного обучения, компьютерного зрения позволяют автоматически находить разные дефекты и прогнозировать их развитие в дальнейшем. Для республики «Газпром» особый партнер, как и «Татарстан» для «Газпрома». Об этом говорят и цифры. Республика — третий регион по потреблению газа в России после Москвы и Московской области. Мы — стопроцентно газифицированный регион. «Газпром» «Трансгазказань» один из крупнейших плательщиков налогов бюджета республики. «Татарстан» среди российских лидеров по развитию рынка газомоторного топлива. Товарооборот между нашими предприятиями и «Газпромом» за последние пять лет вырос почти в полтора раза. 73 миллиардов рублей до 105 миллиардов. Стабильные поставки газа являются залогом устойчивой работы промышленных предприятий, успешной реализации перспектив инвестиционных проектов. И, конечно же, в первую очередь проекты предприятий «Камского кластера» это группа компаний Татниф, Таиф, резидент особой зоны Лабуга, Иннополис. Новый шаг в укреплении сотрудничества, подписанный в Иннополисе план по запуску в Татарстане речных судов, работающих на сжиженном природном газе. Подписано 15 октября 2019 года в городе Иннополис. Суда могут пустить по туристическим маршрутам. Сборкой займётся Зеленодольский завод. Если всё пойдёт по плану. Сегодня дан старт. На самом деле создание первого отечественного судна, которое будет работать на СПГ. Я прошу просто поторопиться, потому что мы на форуме подписали с другим заводом. Такое же соглашение, поэтому надеюсь на то, что будем говорить, значит, Зеленодольский завод, значит, то, что сегодня подписали, сможет, будем говорить, вырвать вперёд. Просим перенести срок с 2022 года на 2019. 10 миллионов за 8 месяцев продукции Так вы единственные российские. Мы единственные, поэтому очень просим вас. Жёсткая конкуренция за контракты такого заказчика, как «Газпром» нормальная практика. Для местных компаний это престиж, возможность заработать, создать новые рабочие места. Выгодно ли это самому «Газпрому»? Вне всяких сомнений. Российская корпорация активно занимается программами импортозамещения не только из чувства патриотизма. Жизнь заставляет. На совещании в Иннополисе Виталий Маркелов поведал историю, как одна австрийская компания дистанционно через «Спутник» отключила «Газпрому» свои компрессорные установки. «Газпром» занимается импортозамещением с самого начала создания газовой отрасли. Это для нас всегда была задача. И хочу сказать, мы на сегодняшний день имеем самый высокий процент среди компаний в нашей стране, где мы применяем отечественное оборудование. И вот отключение, я просто знаю, даже наши предприятия, которые на самом деле производят высокотехнологичные вещи, они тоже этой системой пользуются. Но здесь внутри России договориться всегда легче, чем действительно находить тех же самых производителей за рубежом, если ты у них что-то там взял, срок закончился, гарантия не закончилась, то в принципе... Газовики оказались в сложном положении, однако в данном случае все произошло, как в известной поговорке. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Заменой импортному оборудованию стали мобильные компрессорные установки производства казанского предприятия «Компрессор». Как они работают на практике? Когда газопровод нуждается в ремонте, необходимо стравить часть газа в резервный трубопровод. С экологической точки зрения это крайне важно, ведь в противном случае газ просто сжигают, что ясное дело вредно для окружающей среды. Кроме того, это позволяет сохранить топливо. Объемы огромные, как и экономический эффект, достаточно сказать, что газа хватает, чтобы снабжать в течение года целую страну, такую, как Молдова. В сжатые сроки в Казани был изготовлен и протестирован опытный образец, который оказался не только дешевле австрийских установок, но и на порядок мощнее и эффективнее. Большую мощность в четыре раза производительность. Стоимость, поскольку это российская продукция, существенно ниже, может быть, два раза. Гордость берет, гордость берет, иногда гордость, иногда досада, потому что разработка уже с 16-го года и до сих пор она не нашла применения. Мы ждем, надеемся, и кажется, настал тот момент, когда все-таки обратили на нас внимание. Это такая хорошая встряска и заставляет просто и предприятия, и самое главное заказчиков, иногда до них не достучаться, до того же монополиста, до Газпрому, здесь заставляет как раз их разворачиваться в сторону производителей, но, к сожалению, не так все быстро делается. То есть это же целая система институтов, целая система проектировщиков, целая система производственников, она где-то уже потеряна и, соответственно, вот ее так восстановить одним щелчком руки это просто невозможно. Но это заставляет нас именно задумываться, что в этой ситуации, в данной ситуации делается. Казанское предприятие сейчас готово от опытной установки перейти к серийному производству. Для этого есть все, площадка, оборудование, квалифицированный коллектив, есть также одобрение от Газпрома, нужен заказ. Это выгодно нам, но это полезно и нужно самому Газпрому. Тимур Бекморзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Заменяю с больше миллионов здесь денег. Процентами заманилось. Привлекать средства граждан могут только банки. Триумфа не будет, чем завершится скандал вокруг жилищного кооператива. Свою рабочую неделю президент Татарстана начал со встречи с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным. В сторону обсудили вопросы развития цифровизации в регионе. В этот же день Алексей Волин принял участие в церемонии отключения аналогового телевидения в Татарстане и перехода на цифру. За вклад в развитие институтов гражданского общества Республики Рустам Мениханов в этот же день известным общественным деятелям вручил дипломы и знаки лауреатов премии президента Татарстана. Премия вручается уже в пятый раз и приурочена ко дню принятия республиканского закона об общественной палате Республики Татарстан. В этот же день Рустам Мениханов принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам здравоохранения и демографии. Президент Татарстана с очередным 17-м чемпионским титулом поздравил игроков, тренерский штаб и спонсоров мужской команды по хоккею на траве «Динамо-Казань». 18 октября Рустам Мениханов провел рабочую встречу заместителем президента председателем правления ВТБ Денисом Бортниковым, в результате которой было подписано соглашение между Банком ВТБ и Татарстаном о сотрудничестве в сфере жилищного строительства в регионе. Совместные усилия будут сконцентрированы на реализации госпрограмм и поддержке застройщиков в рамках нового законодательства с применением эскроу-счетов. В этот же день программу развития нефтегазохимического комплекса на ближайшие пять лет Рустам Мениханов обсудил на заседании Совета безопасности республики. В нем приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Писошин в пике татарстанского парламента Фарид Мухаммедшин а также государственный советник Ментимир Шаймеев. В субботу в Татарстане, а еще в 47 российских регионах и 12 странах мира прошел традиционный татарский диктант. Жители республики свои знания татарского языка проверяли под диктовку отрывка произведения Роберта Минулина. Я беру в руки книгу. Жителям других регионов предложили текст Гадиза Мухаммедшина. Здравствуйте, лебеди. 15 октября премьер-министр Татарстана Алексей Писошин в ходе визита в Китай принял участие в первом международном сычуанском форуме глав породненных регионов и городов «Один голос, один путь». В рамках форума Алексей Писошин провел встречу с губернатором провинции Сычуань побратимом Татарстана господином Инили. В ходе встречи глава татарстанского правительства предложил рассмотреть вариант сотрудничества регионов в области сельского хозяйства. Продолжаем программу «Семь дней». Уровень цивилизации любого общества определяется, по-моему, прежде всего отношением к детям, старикам и инвалидам. В Татарстане нарастает недовольство среди людей с ограниченными возможностями. Если окружающая среда в республике для них давно стала более-менее доступной, то в отношении социальных услуг возникает масса барьеров. Проблемы в этой области копились давно. Вопросы у инвалидов возникали часто. Еще в 2015-м в пять раз повысились тарифы за услуги соцработников на дому. Тогда те из инвалидов, у кого ежемесячный доход был чуть больше 8,5 тысяч рублей, остались без доступного социального обслуживания. В итоге за дело взялись волонтеры. Сегодня вопросы социальных услуг инвалидам курирует другое ведомство и претензии летят уже в фонд социального страхования. В числе проблем качество представляемых памперсов, отсутствие путевок задержка с выплатой компенсацией. Например, многие инвалиды вынуждены сами покупать те же медикаменты, памперсы, обувь, но вместо двух месяцев ждут возмещения оплаты до полугода. Еще одна проблема низкой качества, например, ортопедической обуви для инвалидов, которая поступает по завышенной цене. Настоящим скандалом стал конкретный случай с фирмой по производству обуви. Проверка выявила, что компания, выигравшая госконтракт, продавала ботинки по двойной цене, да еще с нарушением сроков. Летнее приходило зимой, а зимнее летом. Конечно, надо подчеркнуть, новое руководство Республиканского фонда осозстраха в лице Павла Лоханова всеми силами пытается исправить ситуацию. Но за полгода эти авгиевые конюшни не разгрести. Диляра Юсупова попыталась разобраться, что привело к такой ситуации. Мошенничество, коррупционные схемы или лазейки в законодательстве. В своем вопросе Антон Крайнов не может сдвинуться с мертвой точки. Коляске больше восьми лет. Выдавала ее еще соцзащита. И выдала, как говорит, хорошую. Но прошло время, колесо сбуксовало. А вместе с ним и чиновники, которые сначала пообещали, а потом взяли слова обратно. Выдают разные, но они некачественные. Ломается рама, ломается электропеханизм. Аккумулятор тоже не выполняет те функции, которые пропитаны в документах. Попад потом. Он писал письма, приходил на прием в ФСС. И его приняли. Правда, сказали так. Берите, что есть, потому что другого нет. И денег на это другое тоже пока не предвидится. Таких, как Антон, по республике около 4 тысяч. Цифры были озвучены представителям Фонда социального страхования на встрече с инвалидами. Впрочем, сухие факты пришедших не устроили. Активисты требовали и требовали. В основном конкретики. Кому, сколько, а главное, когда. Из самого больного качество памперсов, задержка компенсации и санаторные путевки. К слову о последних. Ильнур Хамедулин для себя лично не получал ни разу. Но его родители, тоже инвалиды по зрению, ездили не единожды. Ильнур утверждает, вместо отдыха приходилось вести игру на выживание. Вот тот самый санаторий. Бесконечные лестницы, отсутствие ограждений и очень странные пандусы. То, что место не оборудовано под доступную среду, видно даже слепому. Было бы хорошо, если бы не зря этих все-таки направляли бы на санаторий и на курортное лечение именно санаторий Всероссийского общества слепых. То есть их три. Но они говорят, что нам не продают. То есть у них ответ, что нам не продают. Там якобы нет места. Но на самом деле они их продали бы. Единственное, они просто ФСС предлагают минимальную цену. А по минимальной цене само собой не каждый санаторий захочет. ФСС объясняет, они не выбирают, а работают с тем, что есть. У санаторий имелись все необходимые документы. А проверять лично каждый просто невозможно. Мы неуполномочены осуществлять проверки. Для этого есть Росдавнадзор, который выдает им соответствующую медицинскую лицензию. Мы проверяем наличие документов. Лицензия есть, есть. Лицензия есть, соответственно, это по определению соответствует. Вот поэтому договорились уполномоченным по правам человека Соборской сырье Харисына, чтобы сделать рейд присутствия активистов и проверить действительно наличие этих санаториев на доступную среду, соответственно, и их соответствие к качеству. Та же история с поставщиками. Следят, проверяют, штрафуют, поясняет фонд. Только за последние месяцы выписали штрафов на 5 миллионов рублей. Но ожидающих это мало волнует. Поставок некоторых товаров приходится ждать по полгода. Скандальная история с ортопедической обувью тоже прозвучала на круглом столе. Мало того, что обувь задерживается по срокам, так еще и продается втридорого, жалуются потребители. Хотелось бы, чтобы просто-напросто исполнялось законодательство Российской Федерации. Все. Из-за того, что были нарушения федерального законодательства, мы будем обращаться с многочисленными исками в суд. Понимаете? То есть... Вы вообще недовольны? Где-то около 150 человек. То есть, кого я лично знаю. То есть, которые лица ко мне обратились. Основная масса боится. Чтобы не ждать, люди покупают. Причем покупают за 7-8 тысяч. Но компенсирует ФСС только сумму, указанную в контракте. А это 3 тысячи рублей. Разницу доплачивают из собственного кармана. Разберемся. Ботинки проходят через фирму-посредник ИП «Закиров». Им поставляет их некая казанская фирма ООО «Радуга», которая на наш вопрос ответила только письменно. Никаких финансовых отношений между нашей компанией и ИП «Закиров» не имелось и не имеется. Информация, озвученная на круглом столе, не является достоверной. Было или не было, теперь разбирается прокуратура. Ведомство уже проводит проверку, по этому делу и другим жалобам. В частности, основных заявителей интересует, почему, собственно, именно «Радуга»? Потому что выиграла тендер. Все упирается в 44-й федеральный закон о госзакупках, по которому выбор падает на тех, кто готов выполнить заказ по минимальной стоимости. Федеральный закон 44 о контрактной системе на сегодняшний день абсолютно негативно отразился на ортопедических предприятиях. И сегодня, назовем так, он практически убил все ортопедические предприятия, весь персонал, который на них работал. И отдельные мошенники, которые живут далеко за пределами республики Татарстан, выигрывают аукционные конкурсы по поставке оборудования, по индивидуальному изготовлению оборудования, в том числе ортопедической обуви. И это полное безобразие. Эта история началась не с круглого стола. Недовольство людей с ограниченными возможностями достигло такого пика, что еще неделю ранее они организовали митинг прямо вот в этом парке в центре города. ФСС, впрочем, тоже не остались в стороне и вышли на диалог. Тот самый митинг, все как один, уверяют, стало еще хуже, когда за дело принялся фонд страхования. Пришедшие требуют отставки контролирующих органов и настолько никому не доверяют, что подозревают в сговоре с чиновниками даже Всероссийское общество инвалидов, которое по логике должно защищать их права. Вопросы, они будут всегда. Недоработки будут всегда. Но нельзя вот так сравнить, что там было хорошо, а здесь плохо. Почему не сравнить работу ФСС до того, как было Министерство труда и социальной защиты инвалидов оператором этой работы? Почему не сравнивать? Или люди такие близорукие, вот они видят перед носом, а дальше-то они не видят. Надо смотреть всю палитру времени. Весь спектр времени надо смотреть. Поэтому я сторонник конструктивного разговора, а не указывать, кто где находится. Кто виноват, вопрос остается без ответа. Имеет ли место социальная несправедливость или все это похоже на эксплуатацию как раз своей социальной незащищенности? Общество всегда на стороне тех, кто нуждается. Но нуждается ли на самом деле? Или все это сводится к извечному дай и должны? Мы столкнулись с тем, что очень много случаев фальсификации документов, которые подаются. А принимаем внимание, что деньги, которые, скажем так, мы тратим на оплату вот этих самых компенсаций, они являются средствами федерального бюджета. А за них спрашивают очень и очень жестко. Нас проверяют и счетные палаты, управление федерального казначейства, УБЭП, прокуратура. Еще бог знает, кто нас проверяет. Поэтому каждую копеечку, за каждую копеечку нам приходится отчитываться. Уже за следующей неделе обещает ФСС начинается развоз памперсов и выплаты компенсации тем, кому задержали. Однако не все получат то, чего ждут. Ведь если купить коляску Антона Крайнова за 700 тысяч, как он того просит, то-то другой вообще ничего не получит. Диляра Исупова, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Андрей Мохов и Андрей Ключников семь дней. Тем временем еще один скандал разгорается в Нижнекамске вокруг местного отделения жилищного кооператива «Триумф.НК». Десятки жителей города не могут получить назад свои деньги, вложенные в предприятие. Процентные ставки просто впечатляют. От 15 до 23 процентов годовых в зависимости от сроков договоров. Замечу, что столь высокие процентные ставки по вкладам сегодня не может себе позволить ни один серьезный банк. А финансовые аналитики и вовсе считают, что столь заманчивые предложения нереальны, поскольку никак не подкреплены никакими гарантиями. Каким бывает итог, нам всем хорошо известно. Вспомнить только одно из самых нашумевших уголовных дел, которое еще в 2015 году было возбуждено в отношении финансовой пирамиды КПК Рост. Сумма ущерба, нанесенной вкладчиком, более 1 миллиарда рублей. Судебный процесс уже несколько месяцев идет в Ахитовском районном суде Казани. Как и в случае с Ростом, среди вкладчиков Триумфа немало пенсионеров, а суммы вклада варьируются от 100 тысяч до миллиона рублей. В Нижканском городском суде уже принято к рассмотрению 12 гражданских исков к жилищному кооперативу Триумф НК. А в местную полицию поступило 15 заявлений о мошенничестве. Не стоит исключать и того, что в ближайшее время количество обращений может увеличиться. У жилищного кооператива несколько филиалов крупных городах Татарстана Альметьевские, Набережных Челнах, Чистополе, Казани, а также за пределами республики в Ижевске, Самаре, Москве и Яшкарале. Сомнение в законной деятельности компании у корреспондентов нашей программы вызвал и еще один факт. Триумф НК отсутствует в реестре Центробанка России, а по сути должен. В ситуации разбиралась Елена Горбончикова. Жилищный кооператив Триумф НК в Нижнекамске знает чуть ли не каждый житель. Под столь низкий процент ипотеку в городе, пожалуй, больше никто не дает. Народная молва утверждает, что Триумф НК неофициально и уже не один год принимает еще и вклады от населения под баснословные 23% годовых. Так ли это на самом деле съемочная группа программы «Семь дней» и решила выяснить. Требуется два документа, паспорт и ННН. Если вы вносите на три вместе 15%, на 6, 17, на 9, 19, надо 23% годовых. Наш второй визит в кооператив был уже официальным. Равелю Галиахметову 89 лет. Ветеран войны два десятка лет хранил деньги в одном из татарстанских банков, но пять лет назад решил вложить в Триумф НК 100 тысяч рублей. Бывшие учители жалуются, что вот уже три месяца как не может получить накопленные здесь 300 тысяч рублей. То есть вот 15%? Да, мы что-то деньги оттуда сняли и вот так. Ну и как? Из банка-то надо было забирать? Не надо было. Там спокойно. В офисе кооператива уже давно не спокойно. Я вот... Все те, кто мне скажут, денег не могу получить. А почему ты можешь получить? Они знают, говорят, жди звонка, жди звонка. А много положили? У меня больше 200 миллионов здесь деньги. Среди тех, кто обивает пороги офиса, Альбина Потоцкая. С июля она пытается получить назад свои деньги. О том, что женщина написала заявление в полицию, в Триумф НК уже знают. Визит к председателю правления кооператива Валентине Анисимовой вместе с нашей съемочной группой последний шанс решить вопрос мирным путем. Сколько у вас денег там осталось? Общие 340. 340? Понятно. Получите. У нас любимая организация пришла. Когда? Вот да. В ближайшее время. Кстати, на момент выхода в эфир нашего сюжета Альбине Потоцкой на банковскую карту долго так и не перевели. О своей проблеме Нижникамка решила рассказать нам дома. Долю в этой двухкомнатной квартире она выкупила у своей родной сестры, взяв ипотеку. Закрыть ее планировала дивидендами Триумф НК. А теперь, получается, должна и банку, и сестре. Процентами заманилась. Да. Дело в том, что раньше не было проблем, поэтому я с полным доверием пошла в следующий раз. Женщина говорит, что слепо верила в надежность жилищного кооператива, который на рынке недвижимости работает вот уже 14 лет. Так, по крайней мере, Триумф НК позиционирует себя на собственном сайте. Кроме того, кооператив работает согласно российскому законодательству. Вот только никакой информации о регистрации, документах, на основании которых работает Триумф НК, мы не нашли. Как и сведения о том, что кооператив принимает вклады от населения. По закону привлекать средства граждан могут только банки, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, а также микрофинансовые компании. При этом важно помнить, что государством застрахованы только вклады граждан в банках и только на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Гарантировать, что вы получите именно такой процент дохода, какой вам пообещали при заключении такого договора, тоже могут исключительно банки. Всю информацию о деятельности организации, которой гражданин планирует доверить свои деньги, должен искать на сайте Центробанка в реестрах финансовых компаний, в их числе банки и микрофинансовые организации, потому как именно Центробанк по закону регулирует их деятельность. Откуда вы взяли? У нас нет вообще лицензий, не бывает. Центральный банк. А почему? На каком основании тогда вы людей берете деньги под проценты? Основание у нас, устав есть. Почему на договорах нет у вас банковских реквизитов? Потому что организация не оказывает банковские услуги. У нас это совершенно другая форма собственности. Какая у вас форма собственности? Кооператив. Действительно, начиная с 2014 года Триумф НК работал на рынке недвижимости как жилищно-накопительный кооператив. В доказательство этого факта Валентина Анисимова показывает папки с десятками договоров купли-продажи недвижимости. Чтобы купить квартиру, человеку нужно было внести половину ее стоимости, другую половину компенсировал Триумф НК из паев таких же, как он, членов кооператива. А долг по гибкому графику и под 6% годовых отдавал потом частями, чтобы на эти деньги можно было купить недвижимость уже другим пайщикам. И пока не расплатишься полностью, квартира в собственности у кооператива. Были в 2014 году ситуации, когда не было зарплаты из 15 было 5 тысяч, допустим. Мы переделали графики даже на 2-2 тысячи. А почему Триумф НК предоставляет ипотечные кредиты? Этот факт в 2017 году у татарстанских антимонопольщиков вызвал немало вопросов. За недостоверную рекламу татарстанская УФА соштрафовала организацию на 251 тысячу рублей, потому что жилищно-накопительный кооператив по закону не может заниматься кредитованием, а только использовать паевые взносы. Но по данным на октябрь 2019 года в реестре жилищно-накопительных кооперативов Центробанка России Триумфа НК нет. Регулятор из реестра его исключил. Неужели Нижнекамский кооператив работает незаконно? Гильдия риэлторов Республики Затарстан не рекомендует работать с данным кооперативом. По причине отраты доверия позиция такова, что существуют определенные риски при работе вообще в принципе с жилищно-накопительными кооперативами. Поэтому гильдия риэлторов настороженно очень относится к любому жилищно-накопительному кооперативу и рекомендует все-таки с ними не работать. Согласно государственному реестру юридических лиц Триумф НК сейчас называется жилищным кооперативом, то есть неким товариществом собственников жилья ТСЖ, управляющим домами, в которых живут его пайщики. Тогда почему Триумф НК до сих пор работает с паевыми взносами и осуществляет банковскую деятельность? По словам профессора КФУ Игоря Коха, если банки живут за счет разницы полученной от выданных кредитов и выплаченных процентов по вкладам, то в Нижнекамском кооперативе все наоборот. Скажем, 6% по предоставленным займам, а платим вкладчикам 15-20% и 23%, то безусловно возникает вопрос, а что достается кооперативу? Кто покрывает вот эту разницу и как долго может продолжаться такая ситуация? Такая схема может быть реально существующей в течение очень короткого времени, если действительно компания находится в плачевном состоянии и ей нужно срочно закрывать какие-то финансовые прорехи, либо эта схема ведет просто к перерождению компании в классическую финансовую пирамиду. При отсутствии процедуры банкротства все имущество кооператива в том числе и квартиры попадает в банкротную массу которая будет реализована в торгов чтобы закрыть все долги этого кооператива то есть из-за чего случилось банкротство в первую очередь это долги перед государством по налогам и сборам различным второе это зарплата сотрудников и третье это уже в данном случае пайщики соответственно понятно что во-первых не все пайщики смогут получить компенсацию то есть вернуть закрыть свои долги ну и часть пайщиков однозначно лишится квартир деятельность Триумфа НК заинтересовала правоохранительные органы после того как начали поступать заявления от клиентов кооператива как установлено сотрудниками полиции основным видом деятельности жилищного кооператива является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе в управление МВД России по Нижнекамскому району поступило 15 заявлений по которым проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение чтобы понять есть ли в действиях кооператива признаки мошенничества или нет правоохранительным органам Нижнекамска нужно время а пока в городской суд подано 12 гражданских исков к жилищному кооперативу Елена Горбунчикова Роман Безменов 7 дней Казанский государственный институт культуры на этой неделе отметил свое 50-летие ВУЗ был основан в 1969 году как филиал Ленинградского государственного института культуры имени Надежды Крупской Сегодня высшее учебное заведение является ведущим региональным центром культуры науки образования и искусства Выпускники ВУЗа работают практически по всей стране и что немаловажно именно здесь ведется подготовка национальных кадров актеров режиссеров для профессиональных и любительских театров и киностудий не только Татарстана но и других регионов России Поздравить своих будущих коллег с таким большим юбилеем отправилась и наша съемочная группа Ее песни звучали на радио и телевидении советской татарии На концерты невозможно было достать билет Звезда профессиональной татарской эстрады Римма Ибрагимова мастерству вокала обучалась именно здесь Институт культуры для нее стал своеобразной стартовой площадкой Ее неподражаемый артистизм уникальные возможности голоса, тембр, сила, модуляция не могли остаться незамеченными Некогда одна из самых прилежных учениц знаменитого певца и педагога Георгия Виноградова и сегодня делится своим жизненным опытом с подрастающим поколением Все остальное можно отработать но данные данные Богом природные Богом данные нужные обязательно Ну, сейчас там пытаются что-то формировать совершенно без слуха людей там что-то из них делать но это мне кажется не то Многие сейчас ведь даже не обучаясь не зная законов искусства сцены, театра они выступают они поднимаются на сцену не стесняются собирают залы в общем все как бы больше идет на экономический расчет а не творческий я бы сказала когда-то институт культуры воспитал целую плеяду национальной интеллигенции они были гордостью страны им подражали ими восхищались их боготворили певцы артисты актеры режиссеры именно на их судьбу выпала эта сложная но благородная миссия привнести культуру в массы каждая будущая звезда первой величины зажигалась именно здесь и будет светить до тех пор пока есть у народа память я тоже также учился учился у Марселя Хакимовича Салимжанова в театре а здесь мы получали общее обзорвательное знание искусство невозможно обучиться сидя за партой и вникая в лекции культура требует практического осмысления своего призвания многие театры своих будущих актеров начинают подбирать уже с первого курса так делал и Марсель Салимжанов и каждый студент института культуры начинает выходить на большую сцену уже со студенческой скамьи телеканал Татарстан Новый Век также на базе ВУЗа растит для себя национальные кадры многие из нынешних телевизионщиков гордость канала это тоже бывшие выпускники ВУЗа сегодня сохранение национальной идентичности без научного осмысления и без системы выстроенной системы подготовки кадров практически нереализуемая задача то что сегодня демонстрируется когда если есть технология если есть научное системное обоснование то каждый регион каждая территория сможет получить вот эту методологию сохранения своей национальной идентичности в современном культурном процессе разные регионы а проблемы волнуют похожие волнуют проблемы кадрового обеспечения волнуют проблемы того чтобы образование в сфере культуры было интересно для молодежи волнует задача создания необходимых условий для того чтобы молодежь вернулась в те регионы откуда она уехала учиться 9 факультетов 30 кафедр в институте работают свыше 300 преподавателей 42 профессора более 80 заслуженных деятелей науки культуры и искусства 46 народных и заслуженных артистов России и Татарстана все они не просто педагоги-теоретики это люди которые свое мастерство отточили на практике ежегодно здесь обучается более 3000 студентов кафедра телевидения и кино одна из самых популярных среди абитуриентов каждый год 200 человек изъявляют желание обучаться одному из важнейших из искусств как говорил еще вождь революции Ленин за прошедшие 15 лет с момента своего образования кафедра действительно пережила настоящую революцию сегодня здесь готовят не только режиссеров и операторов за последние годы появились новые перспективные и главное востребованные направления такие как продюсирование фильмов современная анимация и драматургия нужна вот какая-то сейчас индустрия и анимация и кино телевидение есть слава богу а вот индустрия кино и индустрия анимации нужно ее ставить на поток чтобы это было постоянно действующие рабочие места и производство продукта который будет выдвигать регион на лидерной позиции педагоги признаются что значительная часть выпускников после окончания вуза уходит в большое плавание большие корабли вышедшие из Казанской гавани начинают бороздить просторы российского и даже европейского кинематографов мало кто знает что такие уже хорошо известные в российском кинематографе режиссеры и операторы такие как Юрий Данилов Айдар Шарипов Рустам Рашитов Руслан Валеев Александр Ширманов и многие-многие другие обучались в этих стенах и отток таких специалистов как считают педагоги будет до тех пор пока в Татарстане не будет создана своя национальная индустрия кино и телевидения ведь раньше в Поволжье было две школы кинооператорского мастерства Куйбышевская студия кинохроники Самара и Казанская студия кинохроники вот они гремели у нас даже в Авгике на втором этаже на операторском была специальная комната татарская 225-я где все студенты там постоянно кто-нибудь из нашего города учился и вот на этом фоне с такой школой очень обидно что мы потеряли нашу студию вы понимаете должен быть центр притяжения и все же пока жива идея жива и сама культура одна из самых изысканных одна из самых одухотворенных сфер человеческой жизнедеятельности вот они студенты первого курса именно им уже через несколько лет будет передана эта миссия привнести в массы то что осязают и чувствуют сами мне кажется искусство станет свободным и мы сможем выражать свои эмоции свои чувства так как мы это видим и у нас не будет никаких запретов поздравляем Ельзира Юзаева и Андрей Мохов 7 дней на этой неделе в Казани состоялось событие которое возможно и не было замечено широкой так сказать общественностью однако явилось событием поистине мирового масштаба Казань принимала у себя всемирный парковый конгресс безусловно мы обязаны пояснить что это такое но представьте что вы прекрасно разбираетесь в моде вы знаете по именам всех ведущих дизайнеров мира вы посещаете европейские магазины и модные показы с тем чтобы всегда быть как теперь говорят в тренде выглядеть с иголочки и модно конечно представьте теперь что для того чтобы все это увидеть вам больше не нужно выезжать за пределы Казани здесь и так есть все кроме того здесь же вы можете пообщаться ну например с Пьером Карденом Джорджио Армани или Дольче и Габаной вместе взятыми и так Казань на этой неделе встречала лучших в мире ландшафтных архитекторов дизайнеров проектировщиков лучших мировых модельеров качественного благоустройства окружающей среды но дело конечно совсем не в громких именах просто поразительно какой путь проделала республика за 4 года 4 года назад нам просто нечего было показать всем этим людям а теперь у нас самих есть 328 парков сферов набережных есть недавно полученная премия Агахана в области архитектуры теперь уже к нам едут учиться вспомним о том как звучит тема этого конгресса парки и города развития в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан но если вы думаете что на парковом конгрессе говорят только о парках вы конечно заблуждаетесь нет не только именно там прислушиваясь к обсуждениям настоящего можно уловить то каким должно и каким будет будущее наших городов что и попытался сделать Михаил Любимов Тому кто идет по жизни каким-либо особым путем известно что горизонта ему никогда не достичь ибо горизонт всегда отдаляется от того кто зашел слишком далеко но останавливаться посередине реки тоже нельзя утонешь быстрее чем достигнешь другого берега мир все более усложняется и все чаще меняется и неудивительно что лишь немногие из нас способны оценить всю значимость для нас такого события как всемирный парковый конгресс все эти люди которых мы видим здесь это новые люди мечтатели творцы будущего в настоящем социальные инженеры если хотите соучаствующие проектирование формирование профессиональных сообществ работа с местными производителями взаимодействие с бизнесом управление общественными пространствами вот все эти темы которые обсуждаются сегодня здесь на конгрессе вот все эти темы которые волнуют сегодня наверное каждую страну мира ну либо уже волнуют либо только еще будут волновать будущим поскольку именно за ними и есть будущее Казань эти темы волнуют уже как минимум пять лет именно поэтому конгресс проходит Казань Всемирный парковый конгресс. Для России это понятие звучит достаточно своеобразно, звучит примерно так же, как звучит понятие «шахматный конгресс» в известном произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». Вот только есть отличие. Этот конгресс реален. И мировая парковая столица российская, во всяком случае, действительно, похоже, переезжает в Казань. Парковый конгресс, который, кстати, впервые проходит в России, это, если коротко, большая дискуссия о том, как должен выглядеть современный город. Конгресс парковый, но в обсуждениях звучит скорее не тема парков в городе, а города в парках. Да-да, это тот самый город-сад. Город с прекрасной экологией, зелеными улицами, пешеходной сетью, акцентированной на красоту и эстетику гуманистических, человеческих идеалов. Сложно? Нет, скажем проще. Казань, например, сегодня не просто возводит новые и улучшает старые парки. Казань потихоньку меняет всю нашу с вами среду обитания. Наша команда сейчас разрабатывает стратегию общественного каркаса, в основе которого будет лежать зеленый каркас, а значит, экологический каркас в том числе. Изначально мы проектировали какой-то локальный парк, с каждым годом мы все шире и шире и шире в город выходим своими какими-то предложениями, и город нам отвечает, и инвесторы, и девелоперы, и застройщики, они моментально начинают реагировать на наши посылы регенерации тканей. Поэтому действительно город-парк – это не какая-то мечта. Утопия. Да, это абсолютно не утопия, это вполне себе модель, способная к существованию, многие города это показывают. От обилия людей с международным признанием в области архитектуры на Конгрессе, конечно, просто режет глаза. Но большинство приехало сюда не за этим. Опыт, сын ошибок трудных – вот, чего недостает этим первопроходцам в своих пока еще далеких от человека и понимании его потребностей в городах. И в Казань сегодня едут учиться. Мария, моя жизнь никогда не будет прежней. Вы сказали, что 20 лет в вашем родном Петербурге не строили парков. Да, это правда. Значит, вы приехали в Казань из Петербурга учиться у Казани в том числе? Конечно, конечно, у Казани в том числе, потому что Казань, в отличие от нас, за такой короткий промежуток времени смогла создать, ну, не Казань, а в целом Татарстан. 328, я вам помогаю. Да, да, это цифры меня просто восхищают. Я, естественно, хотела бы увидеть. Вполне возможно, что вся эта парковая тематика не очень-то насущна, что называется, для каждого российского горожанина. Ну, понятно, что представление людей, парк – это нечто такое далекое, до чего еще нужно добираться, бог знает сколько, ходить там бог знает в какую погоду, а потом еще бог знает, как обратно добираться домой. Но это все из области настоящего. А ведь есть и область будущего. Мы с вами сейчас находимся в таком месте, где можно посмотреть на... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 20% от всей территории ЖК. 20%? Да, и именно таким образом, как бы это, как я говорила, единая ось, на которую нанизаны жилые комплексы. Но мы бы хотели, чтобы люди относились к этому пространству как к своему собственному и берегли его. Все игровые элементы индивидуальны. Мне лично рассказывали главные архитекторы этого бюро, что каждая коряга, она подобрана ими лично в лесу. Они ее прям вырубают, ищут, какая им больше нравится, там разговаривают с ними, все такое. И с каждым бревном, и с каждым жителем сегодня обязан разговаривать архитектор. Едва здесь появятся жители, начнется новый этап. Этап исследовательский. Насколько это новое для нас окружение влияет на качество нашей жизни? Насколько эти пространства способны расширить и пространство вокруг нас самих, столкнув нас с наших повседневных собственных орбит? Все-таки это такое, наверное, и социальное проектирование тоже. Ведь вы выстраиваете не просто архитектурные формы, вы выстраиваете взаимоотношения людей. Конечно, архитектура – это не просто фасады, планы и генпланы. Это некая планировочная структура, которая создает среду для жизни. То есть все для человека, действительно. Мы встаем как бы в тело, в кожу жильца этого дома и пытаемся понять, что бы мы сами хотели, если бы мы жили здесь. Вот о чем сегодня говорят на подобных конгрессах. Нам, привыкшим к бизнес-ланчу, предлагают шведский стол. Архитекторы говорят не о потребностях архитекторов, они говорят о потребности человека. И это искусство. Искусство – делать необходимым то, что ранее считалось излишним. Показать человеку то, что его скудные теоретические познания сильно отстают от разворачивающихся на наших глазах изменений. А самое главное, самое главное, вот правильно сложить всю идеологию, чтобы все, что мы сделали, не только деньги потратили, а чтобы это было пространство, куда хотели люди прийти. И как уже наш один гуру говорил, чтобы любой человек там нашел себе пространство и интерес. Подписывается соглашение о создании Евразийского отделения международной организации World Urban Parks. В Казани, кстати, теперь поможет и статус. Именно в Казани создано Евразийское подразделение Всемирной организации развития городских парков и общественных пространств. В него войдут организации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и, конечно, России. Возглавит подразделение помощник президента Татарстана Наталья Фишман-Бикмамбетова. Новость так новость. Учитывая, что и штаб-квартира будет тоже у нас. Но об этом ли говорили в эти дни участники этих событий? Нет. Они снова заглядывали вдаль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 До свидания.